Какое настоящее имя молнии Макуина? Почему он такой эгоист в первом фильме? И как он придумал свою фирменную фразу «Кчау»? Интересно? Не переключайся! Всем привет, с вами Анчоуз. И если вы зашли на это видео, значит вы фанат тачек. Прежде чем я отвечу на сказанные в начале ролика вопросы, я хочу рассказать вам, откуда поступила эта информация. Итак, есть такая серия романов «Cards Origins». Они были выпущены с выходом на большие экраны третьей части тачек. Как следует из названия, каждая книга фокусируется на одном конкретном персонаже, показывая читателю его предысторию. Первая книга из серии была «Поражение молнии», о которой пойдет сегодня речь. Она была опубликована 2 мая 2017 года. Вторая же книга называлась «Шторм в погоне». Посвященная подлому новичку Джексону Шторму. Она была выпущена 4 июля 2017 года. Третья книга называется «Контроль Круз» и была сфокусирована, как несложно догадаться, на Круз Рамирос. Эта книга была выпущена 2 января 2018 года. Теперь вернемся к теме ролика. Первая книга «Striked by Lightning». Наверняка вы думаете, что сейчас я назову реальное имя молнии и закончу ролик. Но нет, самое вкусное я оставил напоследок. Перед тем, как я оглашу реальное имя Макуина, я расскажу вам несколько интересных моментов из книги, где вы также узнаете, как он придумал свою фразу к Чал, что она означает, о предательстве Макуина, и как ему раньше жилось, и также несколько интересных фактов о нем. Ну что ж, приступим. Итак, первое. Из второго флэшбэка Макуина мы узнаем, что этот тренер назначает цифру 95 в качестве его номера. Второе. Вы думаете, молния впервые потерял колесо на гонке в первой части? Как бы не так. Третье. Макуин учился в Fast Track Racing Academy в школе-интернате. Четвертое. Помните Харва, агент молнии с первого фильма? Он возвращается в этой книге с гораздо большей ролью и более дружелюбной личностью. Пятое. Несмотря на то, что на обложке красуется дизайн молнии из третьей части, он представлен в оригинальном дизайне первой на протяжении всей истории, прежде чем он получит свои настоящие рабочие фары. Помните, какой в первом фильме молния был самовлюбленным эгоистом? В книге объясняется, как он стал таким. Его бывший лучший друг Карл заставил его в конечном итоге превратиться в недружелюбного, высокомерного тирана, который заботится только о победе и себе. До Мака холлером молнии был склонный к несчастным случаям грузовик по имени Снайдер, который перевозил Макуина через Брезент. Челам в семье молнии ни разу за всю историю не упомянули. Флэшбеки начинаются с той части, где он прибывает в гоночную академию. Книга начинается с того, что молния готовится к следующей большой гонке, и только Анхаруа узнает, что она отменена из-за града. Матер приглашает его в ежегодный поход вместе с сержантом и Филмором, где молния и рассказывает свою предысторию. Рыба на суше. Именно так можно было описать состояние молнии после прибытия в академию Fast Track, и когда он впервые присоединился к своей гоночной команде для спонсорской сделки. Вас, наверное, заинтересовал вопрос, как именно Карл предал молнию. Во время последней гонки в семестре, Карл заставил думать Макуина, что его болты ослабили, когда на самом деле их специально удалили, чтобы Карл мог выиграть и получить спонсорскую сделку для себя. В результате молния изменился. Он избегал своих одноклассников, считая их врагами на пути, и продолжал учебу, обещая себе никогда никому не доверять. Молния произносит свою фразу «качау». Хар спрашивает, что это такое, и молния объясняет, что это звук удара молнии. Позже, присоединившись к команде Rust-Eason в русском переводе «ржавейка», Rust и Дасти повторяют эти точные слова. До того, как молнии выдали его номер, он думал, что это будет семерка, а после предательства Карла он думал, что это будет цифра 13. Последние два воспоминания происходят во время эпилога первого фильма и финала первой видеоигры соответственно. Получив номер 95, одна из машин команды молнии заявляет, цитирую дословный перевод, предыдущий носитель этого номера был в этом большом разрушительном дворе в небе. Что это значит, я не знаю. Воспоминания посвящены прогрессу молнии от гоночного стажёра до новичка Piston Cup и суперзвезды. И вот, друзья, мы добрались до этого момента. Молния произносит такое, что повергает шок как его друзей, так и читателя. Молния произносит так, что повергает шок как его друзей. Теперь живите с этим. Ну а на этом всё. Пишите свои мнения в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь как на канал, так и на группы ВКонтакте. Ссылки будут в описании. С вами был Анчоус. Надеюсь, вы узнали что-то новое. И увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok